Друзья мои, всем привет! Заканчивается июнь, нахожусь в Московской области и сегодняшнее видео будет посвящено выращиванию чеснока. Я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы чеснок нарастил наиболее большую луковицу, которой он способен. Что нужно сделать, какие сделать подкормки и какие сделать агротехнические приемы, чтобы чеснок нарастил именно луковицу, а не зеленую часть в данный период. Потому что скоро уже мы будем его выкапывать, еще пройдет месяц и вот за данный период чеснок успеет нарастить большую луковицу. Вот что нужно для этого сделать, я вам сейчас покажу и расскажу. Давайте перейдем к грядке. Друзья мои, ну вот сейчас находимся на моей чесночной грядочке. И первое, о чем я хочу вам сказать об уходе чеснока, это то, что нужно, конечно, его регулярно пропалывать, так как сорняки забирают много полезных веществ из почвы и, соответственно, чесноку меньше достается. Поэтому содержим, точнее, грядку с чесноком в состоянии, в чистом состоянии без сорняков, то есть регулярно пропалываем. Также чесноку нужно обеспечить регулярный полив для хорошего роста. Ну вот у нас в этом году много дождей, я его практически не поливаю, потому что ему хватает атмосферной влаги. Сорняки тоже хорошо растут в таких условиях, стараюсь регулярно пропалывать и содержать грядочку в чистоте, насколько это возможно. Второй агроприем, который нужно сделать на данной стадии, а сейчас, как я уже говорил, конец июня, и у меня уже начинает чеснок выпускать вот такие вот стрелочки. Вот все вот эти стрелки чесночка нужно обломать, они легко обламываются и, соответственно, нужно их удалить, так как они забирают силы. В этих стрелках созревают семена чеснока. Если вам нужно, допустим, конечно, оставить бульбочки для разведения сорта или для обновления сорта, то такую стрелку можно оставить и в дальнейшем использовать семена чеснока для обновления посадочного материала. Друзья мои, стрелки, кстати, появляются неравномерно у чеснока, и разные сорта чеснока выбрасывают ее тоже по-разному, поэтому придется выламывать ее в несколько этапов. То есть сегодня вы выломали стрелки у чеснока, а завтра на других растениях она выросла. И третье, что нужно сделать, это дать сейчас, вот в данный период, хорошую калийную подкормку. Калий, он обеспечивает хороший налив луковицы и отток питательных веществ от стебля в саму луковицу. Соответственно, луковица укрупняется. И еще один такой важный момент. Вот всегда помните, что чем толще у чеснока стебель, основание стебля, тем, соответственно, больше у него будет и головка. Это такие косвенные признаки размера луковицы. Есть разные сорта чеснока с более большой головкой, с более мелкой головкой. В общем, сортность тоже, кстати, играет важную роль по размеру луковицы чеснока. Итак, удалили стрелки, хорошо пропололи, полили и давайте теперь перейдем к подкормке. Вот любую подкормку, кстати, органическими удобрениями тоже желательно делать по влажной почве. Видите, у меня почва влажная, прошел дождь, поэтому, если у вас дождя не было, надо предварительно палить чистой водой, а потом приступить уже к подкормке. Итак, чем же будем подкармливать? Давайте перейдем к подкормке. Итак, сегодня мы будем подкармливать калием. А именно, вот таким удобрением, сульфатом калия. Калий сейчас особо нужен чесноку для формирования большой и крупной головки. Как же я буду делать удобрение? Значит, я приготовил уже 10-литровую лейку воды, также предварительно подготовил баночку с водой, и в нем я сейчас размешаю одну столовую ложку сульфата калия. Вот такое количество калия я беру, здесь примерно 15 или 20 грамм, это не стуть важно, и предварительно хорошо размешиваю его в баночке. Можно размешивать также и в лейке сразу, но, конечно, в банке удобно размешать предварительно, а потом уже добавить в лейку этот раствор, потому что таким образом удобрение растворяется лучше. Итак, хорошо перемешиваем удобрение и добавляем в лейку. Вот может оставаться немножко нерастворенное удобрение, его также надо добавить в лейку. Вот таким вот способом. Также к минеральному удобрению я добавлю и органический калий, который содержится в гумате калия. Я на 10-литровую лейку добавлю одну столовую ложку гумата калия. Вот таким образом. Еще раз хорошо все перемешиваем. И у нас получается орган и минеральная подкормка для укропнения головки чеснока. Хорошо перемешали и подкармливаем вот таким образом, поливая между рядов чеснока. Одной лейки достаточно, чтобы полить трехметровую грядку чеснока шириной 1 метр. Этой подкормки будет достаточно. Ну вот, друзья мои, сегодня я вам рассказал, что нужно сделать с чесноком, чтобы он накопил и нарастил большую головку. Это несложно. Достаточно подкормить вот таким образом и удалить стрелки и содержать ваши грядки в чистоте от сорняков, а также своевременно поливать. Ну а на этом, дорогие друзья, пока все. До новых встреч. Всего вам хорошего. Пока-пока. Если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь. До новых встреч.